Из-за аномально теплой зимы в Спаск-Лепиках Рязанской области в феврале уже выросли и готовы распуститься подснежники. Видимо климат действительно меняется. Рязанские ученые считают, что за последние два десятилетия зима стала чуть более короткой. Она позже начинается и раньше заканчивается. Ведь задумайтесь, зима в Рязани должна начинаться примерно 20 ноября и заканчиваться 20 марта. И длится она не как календарная, а на целый месяц дольше. Зима это тот период, когда среднесуточные ниже нуля. Когда вода скорее в виде льда, чем в виде воды. Однако мы видим то, что зима стала начинаться уже не в конце ноября, а в начале декабря, а то и позднее. И заканчивается она где-то ближе к концу февраля, не доживая до марта. Также ученые отмечают, что за последние шесть лет в пяти годах не было половодья. Это происходило из-за теплых зим. Талая вода просачивалась в грунт. И когда приходила весна, уже нечему было таять. Флора и фауна всегда реагируют на подобные изменения. Нередко численность видов меняется. Может увеличиваться, например, количество вредителей сельского хозяйства. Из-за теплых зим у нас также могут появиться и южные насекомые. Не каждый год, но в очень жаркое лето в Рязань прилетают тропические гигантские бабочки. О них знают те, кто пытается получить урожай меда. Потому что бабочка бражник мертвая голова почему-то любит влезать в ульи и воровать у пчел мед. Эту бабочку можно встретить именно в жаркие годы. У нее гусеница, кормится на картошке и вырастает более чем в 15 сантиметров. Есть и ряд подобных. Но почему они не наши виды? Почему это мигранты? Потому что холодная зима для них всегда губительна. Но надо понимать, что теплая зима может позволить сохраниться тропическим видам, проникшим в прошлом году. Виноваты в такой теплой погоде сейчас антициклоны, которые несут теплый воздух с Атлантики. Если так и будет продолжаться, ученые полагают, что климатические условия могут позволить не вымерзать теплолюбивым видом растений. Ведь через наш регион проходит железная дорога в сторону Москвы и Средней Азии. И ежегодно вместе с пылью, с грязью, к вагонам поездов по маршруту Душанбе-Москва в Рязанскую область приезжают семена растений родом из Средней Азии. Они падают, они прорастают вдоль железных дорог, перекати и поле, различные виды солянок. Конечно, в аномальной зиме были и свои плюсы. Не нужно было покупать много теплых вещей, автомобилисты сэкономили на топливе, на улице стало меньше песка, соли, реагентов. Да и у коммунальщиков работы поубавилось. Что касается остальных последствий зимы, то специалисты говорят, что мы приспосабливаемся к ним каждый год, будь она теплой, снежной или морозной. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».